Что вы скажете на эту тему? Ооо, я сказать могу много. Пока не готовы. Ну будет же готова когда-нибудь. Так, друзья, а я пока полазу. Что-то на вроде поросу. Сэр, вообще мухи замучили. Э, крыш отсюда. Крыш. 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 Жесть какой. Страшный. Даня, ну убери отсюда мух. Да, выкатай. Не мешает. Попалась. Перед нами Наталья. Перед нами Свет. Во время Света. Странненько, да. Странненький. Друзья, вы на моем канале Бегак ТВ. И сегодня мы снимаем кино. Точнее, Наталья снимает кино про нашу лабораторию. Говорят про меня. Ну, узнаем. Не врут? Нет, не врут. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. А я вам покажу, что сегодня происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока не готовы. Ну, будет же готовы когда-нибудь. Так, друзья, а я пока полазим здесь. Что-то на вроде парашюта. И ручка управления. Ручка управления должна быть здесь, где-то. Где-то. О, нет. Может, она забыла? Я забыл, где у нас управление. Нет, она была с той стороны. Ай-яй-яй. Знаете, для чего ты? Это шлем. Его одевают на голову. Пилоты, когда учатся летать. Ори-ори, где у тебя кнопка? Всем привет. Так, проверил. Все нормально. Что мы сделали? Мы подготовили аппарат. Как-то вы смотрели в роликах. Мы тестировали. Но скоро я начну летать. Сегодня у меня испытательные полеты. Или подлеты. А вот получится летать или я передумаю, это уже посмотрите вы. Но на самом деле у меня самое главное сегодня тест. Тест этого аппарата. Купол проверен. Была у меня наземка. Прохожу сначала по тумблеру. Тумблеры должны быть отключены. Проверяю места крепления струб. Не должно быть захватов. Винт имеет мелкие сколы, но достаточно. Проверяю вращение. Должно быть без задержки. Достаточно мягкое. Проверяю электрику. Визуально, естественно. Проверяю крепление. Все крепления должны стоять на месте. Это визуальный осмотр. Проверяю теперь крепление купола. Защелка должна стоять. Вот сюда поближе. Посмотрите. Вот эта защелка от титановой Д-образной пряжки. Проверим. Все в норме. Клеванты. Клевантами управляет купол. Они у меня пока временно закреплены таким образом. Я тестирую, как управляет купол. То же самое у меня здесь. Это ручка управления газом. Она двигается как от велосипеда. И даю газ. Она должна легко одеваться на руку. Вот она нормально одевается. Все в норме. Все детали на месте. Все работает мягко. Не должно быть задировок, чтобы она легко возвращалась на место. Проверяем колеса. Ну и обычно так. Колеса нормально. Дать мне. Теперь эти колеса. Вот сюда поближе. Посмотрите. Здесь у нас контргайки. Они держат. Люфты есть, но недопустимы. В принципе, уже пора проводить ТО и менять втулки. Мы делаем следующее. Включаем общее питание. Здесь у нас кнопка насоса. Начинаем накачку топлива. Обратите внимание, что там кнопка стоп-двигателя. Вот посмотрите. Вот она. Кнопка стоп-двигателя должна быть всегда в нижнем положении при тестировании. Я выбираю опять в нижнее положение. Блокировка стоит. Наблюдайте, да? Если да, ставьте лайки. Вот. Теперь проверяем винт. Я обычно его прокачиваю таким образом, чтобы для себя убедиться. Это такая вот традиция пилота. Просто прокручиваю в одну сторону и в ручном режиме потихоньку назад. У нас клапаны срабатывают по-разному. И диафрагма. И мы слышим по звуку, все ли работает в норме. Вот. Теперь я наблюдаю появление бензина. Вот здесь у меня есть фильтр. Вон там, если видно вам в глубине, вон он фильтр. И в фильтре должен появиться бензин. Теперь я накачиваю топливо. Так, девчат, все сюда подошли. Где Саша? Ну, подойдите, я быстрый инструктаж проведу. И без этого мы никуда не поедем. Значит, мы сейчас отрабатываем историю на поле. Вы находитесь на аэродроме. Это достаточно травмоопасное место. Всегда здесь есть вращающиеся детали, есть летательный аппарат, наземный аппарат. Ваша задача находиться там, где вам скажут. Не лезть на поле, кроме оператора. Работать четко по командам. Отрабатывать любую команду, мгновенно выполнять. Бежать, значит бежать. Лежать, значит лежать. В сторону, значит в сторону. И так далее. Ясно? Это аппарат беголет. На взлете у него не такое направление взлета, как у обычного аппарата. Он взлетает вправо-влево, и есть конус возможности на взлете. Поэтому при работе на поле, имейте в виду, что он может не прямо поехать, а на вас, например, вправо или влево. Значит, надо уклоняться. Неустойчиво, пока не наполнится полностью. Может попасть стропа. Стропа имеет толщину меньше шпички. Может сорвать вам шею. Если накинется на шею, может задушить. Поэтому, чтобы такого не было, уклоняйтесь от всех строп всегда. Оторвать вряд ли, оторвет палец. Но разорвать до кости может. Отрезать все, что угодно. Поэтому будьте аккуратны. Дальше. При запуске двигателя находиться вот в этом секторе, как стоит Сергей, и до нерв нельзя. Находиться можно только в диалете. То есть должен быть кунус. Вот где-то 30 градусов. В эту сторону, в эту. Это связано с тем, а при попадании камней, может быть разлет камней. При подхвате каких-то земли, вещей, там, палка, там, пластиковая бутылка и так далее, может быть разлет в разные стороны. Хуже всего, если попадает камень и рассекается, разрывается лопасть. Лопасть превращается в щепки и летит со скоростью звука. Чтобы вы понимали, вот эта кромка винта вращается со скоростью 950 км в час. Это очень быстро. Для защиты у нас есть корпус. Он пробивается очень сложно. То есть, ну, он как защитное, как кольцо защитное у аппарата. Но все равно может полететь. Допустим, двигатель слетел с подушек. Такое тоже возможно. Но это крайне редко, но особое действие в случаях. Поэтому в плоскости вращения винта обстоятельствует... Есть от винта! Оператор катался. А вот этот оператор? Ощущения? Страшно. Очень страшно. Но прикольно. Сколько до вылета? Как подготовка? Подготовка нормальная, но пусть сюда не будет, потому что, видя прямо на дома, посмотрите, дует. Соответственно, сейчас просто тестируем аппарат. А как погода будет, полетаем. Сейчас бродица за шутку. Субтитры создавал DimaTorzok Стропа в управлении. Да, готово. 100% Есть от винта! Йогоитета! Едемкин! Югоюдена! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, на этой замечательной ноте всем желаю пилотам, чтобы количество взлетов равнялось количеству удачных и замечательных посадок, а мы с друзьями скажем вам, Бегак ТВ, подпишись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok